Время быть здоровым. Калин поддерживает этот девиз, и поэтому у нас будет Всемирный День Здоровья. В его рамках также пройдет пробная сдача норматива в ГТО «Готов к труду и обороне». Советское поколение должно помнить. Накануне министр спорта Московской области и его единомышленники рассказали об этом движении на пресс-конференции в Интерфаксе. Я надеюсь, что за нами пойдет не только молодежь, но и все взрослое поколение. Именитые спортсмены, фигуристка и кикбоксер сегодня лица ГТО области. Они полностью поддерживают возвращение движения «Готов к труду и обороне» в массы. И своим примером хотят показать, что физкультура и спорт – это круто. К системе ГТО и к массовому спорту должен быть живой интерес. Это тот самый случай про хорошо забытое старое. Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» существовала в СССР до 1991 года и охватывала население от 10 до 60 лет. Значок ГТО получали те, кто выполнял специальные нормативы по бегу, прыжкам, плаванию и другим спортивным дисциплинам. В 2014-м президент Путин подписал указ о возрождении движения «Готов к труду и обороне». Зацикливаться на каком-то поддном объеме, поднятии гири, приседания, отжимания, меня коллеги мои поправят, наверное, не стоит. Все-таки нужно расширять перечень тех упражнений и делать его физкультурно-спортивный комплекс не только вот таким кондовым, но и модным. «Готов к труду и обороне» 21 века – это 11 ступеней вместо 5 советских. Сдавать спортивные нормативы можно, начиная с 6-летнего возраста и до 70 лет, и даже старше. Единый день пробной сдачи ГТО в Московской области – 7 апреля. Планируем, что примут участие свыше 200 тысяч человек. Это первая и пятая ступени, это наши школьники с 5 по 11 класс. Клинские тоже в их числе. Готовиться к труду и обороне наши будут на базе спортшколы. Олеся Торбенкова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.